День медицинской грамотности прошел в одной из школ столицы республики. Необычный урок провели волонтеры-медики. О том, как быть сильным и здоровым, и долгое время оставаться бодрым и энергичным, узнавали мои коллеги Татьяна Раевская и Атнер Красаков. Студентка ЧГУ Ирина Лепина несколько лет назад вступила в ряды волонтеров-медиков. Она часть большой команды, которая ежегодно помогает сотням людей. Сейчас молодые люди притворяют в жизнь свой новый проект «Дети на защите взрослых». Профилактика, которую мы ведем, именно среди детей и подростков, она очень важна. Она очень актуальна в наши дни. И поэтому мы решили создать такой проект «Дети на защите взрослых», который подразумевает, что ребенок, даже если ему 15-16 лет, он должен знать все эти признаки. Первые симптомы инсульта, что человек не может улыбнуться, он не может сказать свое имя, произнести. То есть мы у него спросим, как его зовут. Он не сможет сказать, он не может поднять руку. И те элементарные вещи, которые его должен знать тот человек. И поэтому мы решили устроить такие семинары. Так в игровой форме ребята учатся распознавать совсем не детские болезни. Легко и понятно, волонтеры-медики пропагандируют и здоровый образ жизни. Ведь именно правильное распределение времени на сон, соблюдение графика приема пищи, занятия спортом помогают оставаться бодрыми и полными сил. Мне очень понравилось. Волонтеры задавали нам вопросы, мы на них отвечали. Мы тоже могли им задавать вопросы. Сегодня я узнала то, что каждый день нужно делать зарядку, питаться очень правильно, кушать пять раз в день. Волонтеры не скрывают, мотивировать ребенка очень просто. Если взрослые станут примером для подражания, дети с удовольствием подтянутся.